Ну что же, а мы с вами переходим к третьему степру. Итак, ребята, давайте послушаем. Вы должны в классе будете послушать разговор ребят и сказать, о чем они говорят друг с другом. Первая пара у нас – Ed и Deb. Итак, ребята, Ed и Deb представляются друг другу. Hello, I'm Ed. Hello, Ed, I'm Deb. Привет, я Ed. Привет, Ed, я Deb. Далее ребята, now. И land – они просто здороваются друг с другом. Oh, then, I know. И далее ребята, Ken и Ben, они произносят свои имена. Hi, то есть представляется. Hello, I'm Ken. Другой мальчик переспрашивает. Ben, now, Ken. Привет, я Ken, Ben, нет, Ken. Ну что же, ребята, а мы переходим ко второму заданию. Вы должны послушать, как знакомятся соседи с Nell и сказать их имена. То есть девочка говорит. Hello, I'm Nell. И далее ребята говорят, что Hi, I'm Ted. Hi, I'm Meg. Привет, я Ted. И привет, я Meg. Ну что же, ребята, а мы переходим к третьему заданию. Попробуем прочитать имена владельцев этих кружек. Now, Len, Jeb, Ken, Ben, Ed, Mel. Ну что же, ребята, а у нас впереди новые английские буквы и звуки. Давайте посмотрим. Согласные буковка T, звук T, буковка S, звук S, буковка G, звук G. И гласные Y, которые могут читаться как И и как Е, то есть как краткое. Окей. То есть буква Y может читаться по-разному. В конце слова без ударения она читается как И, и, а в начале слова как Е. Например, в английском слове Yes, Yes. Окей, ребята. А теперь давайте посмотрим, как можно в английском языке назвать одного и того же человека. Например, у нас есть имена Мария, Маша. А как же в английском языке можно вкратце F, то есть сделать имя короткое. Например, Ed, Eddie, Ben, Benny, Now, Nelly, Ted, Teddy, Bet, Betty, Meg, Maggie. Ну что ж, ребята, девочка по имени Бес не может запомнить имена своих одноклассников. Давайте посмотрим, в каких случаях они ошибаются. Ребята, мама с девочкой будут произносить имена одноклассников, и она ошибется во второй раз, то есть мама будет спрашивать Can, Ben, девочка будет отвечать No, Mel, No, Mel. И в последний раз мама будет спрашивать Ed, а девочка отвечает No, Ben, No, Ben. Окей, ребята, ну что ж, а мы переходим дальше. Да, ребята, обратите внимание на сноску, да, про согласные G и S, что они могут считаться по-другому, и как по-другому вы узнаете позже. Ну что ж, ребята, а вы помните все имена мальчиков и девочек? Вы должны послушать диктора и сказать, где диктор ошибется. Итак, ребята, и автор ошибся, и диктор ошибся во втором и третьем случае. Вторая девочка – No, а третья девочка – Chess. Ну что ж, ребята, а мы переходим между тем к восьмому заданию. Ребята, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Впереди много очень сложных видео и заданий, которые мы с вами будем разбирать. И, конечно же, не пожалеете, поставьте лайк этому видео, если вы его смотрите. Итак, значит, как зовут этих животных, давайте повторим их клички. Эдди, Бетти, Нелли, Бенни, Мэгги, Тедди. Окей. Ребята в английском языке при знакомстве часто люди говорят Nice to meet you. Это означает приятно познакомиться. Давайте посмотрим на сценки и знакомства, и вы попробуйте их повторить. I'm Maggie. Nice to meet you. Я, Мэгги, приятно познакомиться. I'm Chad. Nice to meet you, Chad. Hi. То есть я, Тед, приятно познакомиться. Ted. Hi. I'm Ben. Hi, Ben. Nice to meet you. Привет, Бен, приятно познакомиться. Окей. Ну что же, ребята, а мы к своим переходим. Ага, еще два диалога. Hello. I'm Betty. Hello, Betty. Nice to meet you. Привет. Я Бетти. Привет, Бетти. Приятно познакомиться. Hi. I'm Eddie. Hello, Eddie. Nice to meet you. Привет. Привет, я Эдди. Привет, Эдди. Приятно познакомиться. Ну что ж, ребята, а мы переходим к степу четвертому. Пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал. Всем счастливо. Удачи вам всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok